Равнение на Шевченковске. Этот район пока единственный в Запорожье, где в местном управлении пенсионного фонда действует система единого окна. По словам специалиста ведомства, она позволяет ускорить процедуру оформления документов и искореняет понятие очередь как таковое. Убедиться в этом сегодня имел возможность мэр Александр Син, побывавший в передовом райуправлении пенсионного фонда с рабочей поездкой. Управление пенсионного фонда в Шевченковском районе сегодня ставят в пример. В здании Покорпенко-Карова, которое перешло на баланс ведомства, сделан ремонт и установлена современная аппаратура. База данных, говорят здешние специалисты, позволяет работать с гражданами по принципу единого окна. Главные плюсы этого пилотного проекта – экономия времени и отсутствие очередей. Управление пенсионного фонда в Шевченковском районе находится на обслуживании около 44 тысяч человек. Посещаемость большая, почти 28 тысяч, обратилась в течение этого года. И вы обратите внимание, нет очередей, что самое главное. То есть увеличивается качество обслуживания. В пенсионном заявляют, уровень этого райуправления стоит перенести в остальные структурные подразделения. Правда, сначала здания, арендуемые фондом у города, нужно передать на баланс ведомства. Тогда оно будет вправе вкладывать средства в модернизацию. Мэр, побывавший в Шевченковском с рабочей поездкой, заверил, с этим проблем не будет. Мы берем на себя обязательства в кратчайшие сроки, содействуя передачи помещений пенсионного фонда на их баланс. У нас Шевченковский район уже на балансе находится, и у нас еще есть 6 отделений пенсионного фонда, которые нужно передать. Впрочем, если работа программного обеспечения и интерьер мэра удовлетворили, то к наружному обустройству Шевченковского управления пенсионного фонда у Александра Сина возникли вопросы. Один из основных – пандус. Точнее, его неудобная конструкция. Другой пункт – подъездные дороги. По словам городского головы, в бюджете 2014 местные власти заложат средства на ремонт дорожного покрытия вокруг районных управлений фонда. Вопрос обеспечения там уличного освещения будет изучен. Продолжение следует...